Привет всем! Меня зовут Оля, я учусь в Харбинском политехническом университете. В этом видео я вам расскажу о том, что же интересное и необычное я ела в Китае. Сразу скажу, что никаких жуков и тараканов я пока не пробовала, но в планах попробовать это есть. Итак, начнем с китайского самовара Хогу. Это когда еда варится в котле прямо перед вами. Сразу добавлю, что ходить туда лучше с компанией. Так и попробовать вещей можно побольше и не очень дорого выйдет. А лучше всего ходить с китайцами, которые еще и подскажут, что выбрать. Но сразу предупредите, если вы не едите острое. В ресторане за каждым столиком есть плита, на которую ставится котел, либо же котел уже встроен в стол. Туда заливаете бульон на ваш выбор. Пока он закипает, вы выбираете сырые продукты, мясо, морепродукты, овощи. Когда мы заказали лапшу, у нас даже было небольшое шоу. В общем, ты сам потом себе готовишь еду. Просто опускаю в бульон ингредиенты, которые ты хочешь. И все. Все готово. В этот ресторан я ходила с китайцами, поэтому благодаря им я попробовала то, что сама бы точно не решилась заказать. Звучит странно непривычно, но на вкус на самом деле неплохо. Также я пробовала желудок коровы. Своеобразно. Но вам стоит это попробовать. Следующим пунктом у меня идет утка по-пекински. Казалось бы, утка и утка. Что может быть необычного? Но меня удивил способ подачи этого блюда. А также способ поедания. Обычно в ресторанах делают настоящее представление, разрезая утку в присутствии гостей. Что действительно меня поразило, так это то, что нам подали одну кожу, а мясо увезли. Я действительно в первое время соскучившаяся по мясу, чуть ли не со слезами на глазах, наблюдала это зрелище. Как мне потом сказали, китайцы считают кожу деликатесом. Мясо с кожей идет на втором месте. Ну а само мясо уже считается третьим сортом. Кстати говоря, по мнению китайцев, мясо у костей и с жиром считается самым вкусным. Поэтому чаще всего именно в таком виде вы можете встретить мясо. Итак, как же есть утку по-пекински? Кожу макаешь в сахар. Звучит странно, но в действительности это очень вкусно. На этот момент даже думать не хотела, сколько там калорий. Кожу с мясом кладешь в маленький блинчик. Добавляешь огурчик, перчик, соусы по вкусу. Все заворачиваешь и отправляешь в рот. Получается божественно. И самое последнее, о чем я бы вам сегодня хотела рассказать, это китайское барбекю. Нам на палочках принесли различные продукты, которые мы заказали. Там были баклажаны с кабачками, кальмары с креветками, мышцы, мускулы, свиньи, субпродукты и многое другое. Для меня был праздник живота. Я многое что попробовала в первый раз и почти все мне понравилось. Правда, в самом конце все вкусы смешались и я даже не отличала мясо это или рыба. Также было очень много специй, так что настоящий вкус того или иного блюда почувствовать было сложно. В общем, если вам наскучили обычные блюда и вам хочется попробовать что-то новое, необычное, то добро пожаловать в Китай. Лично я придерживаюсь правила, живем один раз, поэтому надо все попробовать.